Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Сказал ДimaTorzok 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 вот это вот если ты про салсанского использовать перед сном и науежель басар то есть он делает зрение лучшим воюн бетушар и выращивает волосы в наше время многие женщины ресницы извинять выращивает ресницы многие женщины страдают и ресницы как увеличить ресницы и так далее чтобы быть красивее некоторые женщины даже харамов занимается это прикрепляет себе ресницы а мы знаем что просто сам проклял ту женщину который прикрепляет волосы себе или же кому-то другой то есть как парик одевает или ресницы прикрепляет тогда там подобное под проклятие попадать и вот наше время то есть оставили сумму этого эта вещь который выращивает ресницы и делать их красивыми это входящих альбани привел под номером 724 забытый сон гусль для того кого сглазил пророк салалаху ли сам стола я оля и ну а то есть сглаз являясь истины поля украины чай саби кодор саби коль кодор как и саби кодор если бы была какая-то вещь который могла бы опередить определение собака тулянта его опередил бы что сглаз вас заступ усилит он фактелю поэтому есть у вас просит кто-то сделать то есть омовение для того чтобы этой водой потом искупать сглаженного того кого вы сглазили то выполняйте приказ то есть некоторые люди то есть каким образом ты есть вероятность допустим пришли люди в гостях ты сходил кому-то в гости кроме тебя было несколько человек и потом допустим кто-то ребенка в этом доме сглазил и хозяева сегодня тебе брат можно ты тахарат сделаешь и воду нам дашь пусть у тебя не будет плохих мысль чего вы про меня думаете что его сглазил да вы не вообще сто лет нужны его ребенок важнее нет проксал сам складывай застук ситом фарс и весь у вас просят это сделать то сделать молча сделай отдай воду а им является сумной что кто в гостях вы просто этой водой взять полить ребенка своего барак лауфикум и все еще от алят сглаза он избавиться это входивший хальба не привел под номер 1251 следующая барак лауфикум забытая сунна это лечение последними сурами из курана водой и солью проб стал сам пришел в хадисе от алира галангу то что лядах отиннаби салаллаху ли салям акрам однажды проксал сам укусил скорпион вагу и салли когда он совершал молитву для мафарова когда проксал сам закончил поляда на лаву ляк ра да проклянет аллах скорпиона для таду мусалли анвале вайра не оставляет даже молящегося не говоря уже к то есть и не оставляет кого-то другого сумма даби моим ламиль потом правосал сам под приказал принести воду и соль ваджали ям саху алейхима и начал вытирать то есть эту рану водой соли вая права поля и только фирм school ауза беру бель фалят куляуза беру бен нас читать кулия и выкафирун суру куляуза беру бель фалят куляуза беру нас наше время тебя может укусить пчела может укусить оса можете билю сеть комар вот парк лоуфикум есть это скорпионы почему бы это тоже не использовать барок лофик то есть тебя искусали комары возьми воду с солью намашина на машина своей табарак лофиком на свое тело и читай вот эти три суры с дозволением все участвовения если твое ребенка касается Зазволение Всевышнего Восфора Натальи у него пройдет этот укус. Этот выходящий к Альбании привелся из силия под номером 548. Также забытой сумной являются разные виды дуа. Их будет несколько, мы их нечего перечислим, которые следует делать при посещении больного. При посещении больного. В наше время, Барак Луфикум, когда братья посещают друг друга, сестры посещают друг друга и так далее. Берут с собой лекарство, берут с собой что-то и так далее и так подобное. А эту сумну, именно сумна рукья, заговаривает человеку Кураном и сумной, многие оставляют из-за незнания. Нет никаких проблем, если ты не знаешь наизусть, напиши это на листочек и читай с листочка. И делай это постоянно, иншал Атали, заучишь Барак Луфикум. Первое дуа, которое делается при посещении больного, передается Атайш Радавангу, что когда человек жаловался на что-либо, или на мучающую его язву, или рану, пророк, салаллаху, алейхи ассаляму, обычно делал пальцами такие движения. И Суфьян ибн Ауяйна, то есть один из передатчиков хадиса, покоснулся указательным пальцем земли, или пыли, а потом поднял его и сказал «Бисмилля, турбату ардына, беоберекати бадина, юшфабиги сапимуна беивмироббина». Барак Луфикум, некоторые хрива это сказано, что перед тем, как прикоснулся к земле, вот так вот намочил палец, прикоснулся к земле и положил на больное место, то есть там, где у человека болит, там, где у человека есть боль, то есть положил туда свой палец и говорит эти слова «Бисмилля, с именем Аллаха, турбату ардына, пылью нашей земли, в оберегати бадина, и слюной некоторых из нас, юшфабиги сапимуна, будет исцелен наш больной, биивмироббина, с дозволения нашего Господа». Шейх Махаммад ибн Асалих, алейх, 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 обращает внимание на важный фактор, говорит о том, что если человек, Барак Луфикум, делает это да, у него должна быть стопроцентно убежденность, что это реально помогает, то есть вот таким вот образом делает дуа больному, то есть намочил палец, прикоснулся к земле, ложишь на то место, где болит у человека рано, то есть не прямо на рану, реально там, где у человека болит, Барак Луфикум, и делаешь такой дуа, у тебя должно быть убежденный, что Аллах, по Наталии, излечить его, Барак Луфикум, как? Самому себе тоже, самому себе тоже Барак Луфикум. Это хадис передает Бухари Мусы. Также из тех дуа, которые делаются во время рукья, передается Атайш рода Ивангелем, что пророк Саваллаху, алейх, 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 алейх всегда навещал больных из числа членов своей семьи, проводил своей рукой по телу больного и говорил. То есть вот у нас в каких-то, обратите внимание, вот это очень важный момент. Есть, братья, рукья, который просто читается на человека. Есть рукья, который, как мы сказали, что палец намочил, прикоснулся к пыли или к земле и положил на больное место. Есть рукья, когда ты делаешь рукью человека Барак Луфикум гладишь. Есть рукья, когда ты поплевываешь. Есть рукья, когда просто читаешь. И вот какие руки, когда как делать, надо просто следить за хадисами. Следить за хадисом. Вот в этом хадисе сказано о том, что Пророк Савалсан проводил правой рукой по телу больного. Барак Луфикум здесь очень важно. Надо знать о том, что это обуславливается тем, чтобы этот больной был тем, кому тебе дозволено прикасаться. То есть он тебе, Барак Луфикум, махром этот больной. Если это противоположного пола. Если же мужчина, то проблем нет. И вот, допустим, у какого-то человека, например, Барак Луфикум болит голова. И ты подходишь, и вот ложишь ему руку на голову, как бы кладешь ему голову, и говоришь, Аллах, Мароббан нас. Афибельбас. О, Аллаху, Господь людей, удали эту болезнь. Ишфианта шафи. Исцели, ведь ты целитель. Ля шифа и ля шифаука. И нету никакого исцеления, кроме твоего исцеления. Шифан ля югадиру сакаман. Исцели же так, чтобы после этого не осталось болезни. Этот хадис передал Бухарий и муслим Барак Луфикум. Что касается поплевывания, то мы с вами, по-моему, уже разбирали хадис Абусаиды Худри Радалан в чтении суры Фатихи. То есть, человек, когда читает суры Фатиха на больного, поплевывает Барак Луфикум с каждым разом. Или же человек, когда делает рупье сам себе перед сном, тоже он берет две ладошки, поплевывает в ладошки сначала, потом читает в ладошки Потом Барак Луфикум сам себя этими ладошками вот так вот обмазывает. Если, например, человек больной, например, жена, его дети, особенно дети, может это рупье делать детям Барак Луфикум. Сообщается, что Саад ибн Абивакас, следующее, то есть, витрубье, рассказывал, посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассалям, навестил меня во время болезни и сказал, о Аллах, исцели сада, то есть, Аллаху ма шфи садан, о Аллах, исцели сада, о Аллах, исцели сада, Аллаху ма шфи садан, Аллаху ма шфи садан, Аллаху ма шфи садан, соответственно, мы в наше время, если поищаем больного, говорим, Аллаху ма шфи, и говорим имя этого человека, Аллаху ма шфи, говорим имя человека, Аллаху Машфи, говорим имя этого человека, Барак, Аллаху Афигу. Этот хадис передал Мамусы. Также из видов Рокфия передается от Ибн Аббаса, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, если кто-либо навестит из вас больного, срок жизни которого еще не стек, и находясь у него семь раз скажет, Ас-Аллаху аль-Авима, Ас-Аллаху аль-Авима, Роббаль-Аршу аль-Авими, Ань-Яшфи, прошу великого Аллаха, Господа великого трона, исцелить тебя, Аллах, салаллаху аль-Авима, обязательно даст ему исцеление. Следующая Рокфия, Барак, Аллаху Афигу, сообщается, этот хадис передал шейх Альбани в Сахиху Альджами, и также привел Абу Дауд от Термидзе этих хадисов, Барак, Аллаху Афигу, достоверный. Этот хадис является достоверным. Также сообщается, что однажды, следующий вид Рокфия, Абу Абдилля Усман Ибн Аль-Аз, пожаловался посланнику Аллаха, на боль в теле. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалим, научил его следующему. Обратите внимание. Положи руку на то место своего тела, которое болит. Видите, положи руку, то есть сам себе, на то место, которое болит. И трижды скажи бисмилля, бисмилля, бисмилля. То есть, с именем Аллаха, с именем Аллаха, с именем Аллаха, три же раза. После чего скажи семь раз. То есть, бисмилляк говорит, сколько? Три раза, потом семь раз скажи. Прибегая к защите величия Аллаха и его мощи от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь. Это семь раз говорится Барак Луфикум. Хадис передал имам Мусты. Также следующий Барак Луфикум, вид Рукья, передается от Абу Саид Аль-Худри, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и салям, и пророку, саллаллаху алейхи и салям, явился Джибриль и спросил его, уму Мухаммад, ты жалуешься на болезнь? То есть, болеешь? И он сказал, да. Тогда Джибриль сказал, бисмилляхи аркик, мекуль лишенью вик, с именем Аллаха заговариваю тебя от всего того, что доставляет тебе мучения. Меншарли кулли нафсина у айнин хасидин, от зла любой души и от дурного глаза завистника. Аллаху я шфик, да излечить тебя или да исцелить тебя Аллах, бисмилляхи аркик, с именем Аллаха я тебя заговариваю. Этот хадис Барак Луфикум передал имам Мусты. Это что касается чего? Что касается тех видов заговора, которые делаются, или же тех видов Рукья, которые делаются больному. Следующее забытое сунна Барак Луфикум, это справляться о здоровье больного. То есть спрашивать, как дела у такого, как дела у такого, когда ты услышал, что он болеет. Сообщается, что Ибн Аббас Радаллангус сказал, после того, как Алибну Абиталиб вышел от посланника Аллаха, салаллаху, болевшей той болезнью, от которой он умер, люди спросили, о, Абуль Хасан, как себя чувствует этим утром посланник Аллаху, салаллаху, на что он говорил, хвала Аллаху, сегодня он поправился, сегодня утром он поправился, то есть ли же стал чувствовать себя лучше Барак Луфикум. То есть, наверное, Алира Даллангус увидел, что есть какие-то признаки улучшения состояния здорового Пророк Саласа, и на основе этого уже сказал Барак Луфикум, и в этом указание на то, что Алибну Абиталий Барак Луфикум не знает скрытого, как об этом говорят, шиитера Федиты. Почему? Потому что от этой болезни уме Пророк Саласа, Алибну Абиталий сказал, что он чувствует себя лучше. В следующем хадисе посланник Аллаха салаллаху алейхи вассаляма сказал, Ида вақа зубабу фишараби ахадикум, фальягмисху суммальянзи'ху, фаинна фи яхдача нахайхи дауа фи ухра шифа. Если в сосуд одного из вас упадет муха, то пусть окунет ее перед тем, как достанет из своего сосуда. Поистине, а потом выбросит, потом вытащит эту муху, поистине в одном крыле этой мухи болезнь, а в другом лечение. То есть анти, получается, яд. То есть в одном яд, в другом что? Антияд. И субханалла посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, который не умел читать и писать 1400 лет об этом назад сказал, и сейчас ученые, медики действительно увидели, что, во-первых, у мухи на двух крыльях разные как бактерии или вирусы, или как сказать. В одном яд, в другом анти. Барак лауфикум. Первый момент. Второй момент. Барак лауфикум. То есть то, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям не мог об этом знать. Откуда он об этом мог знать, если об этом бы не сообщил Всевышний Аллах. Субханаллах. Барак лауфикум. Барак лауфикум. Субханаллах. Субтитры создавал DimaTorzok